Здорово, комрады! Занимаюсь довольно-таки мясницкой работой, разделываю карасей, засолку под копчение. То, что наловили, надо переработать. То, что наловили, надо переработать. Получается такая вот красивая аккуратненькая тушечка. Обязательно моем. Добавляю карасин. Добавляю карасин. Добавляю карасин. Добавляю карасин. Добавляю карасин. Мне подсказал Дима. Большое тебе спасибо. С канала Тайга моя заветная. Он показывал серию роликов с дедой Толи из Бомнака. Там, где этот многоуважаемый, многими и мной лично, человек разделал, солил, коптил карасей. И вот по его рецепту я сейчас занимаюсь как бы для себя изготовлением такого интересного, вкусного и деликатесного блюда на самом деле, как карась холодного копчения. Ну и вот сейчас так поделюсь, как все это делается, как я это делаю как бы по его рецепту, по его рекомендации. Маленькая такая грязная, кровавая работа, но это как бы куда от нее денешься. Разделка карасей. Сегодня мы наловили, приехал домой и вот занимаюсь переработкой. Мясо и кровь. Конечно, все показываю, все рассказываю. Мясо и кровь. И узнаю, как готовить вкусную рыбу. Да. Атолик палец пропорол. Мог бы обратиться ко мне, я бы вообще ее отрезал еще. Черные штучки желательно хорошенько почистить, чтобы они потом не гортили. как-то так. Выключу, дальше покажу засовку. Открываем пальцами к камере. Далее мы их моем, шейничка моем, чтобы они были чистенькие. Все промываем. Тщательно всякие вот здесь вот шарошки все это надо промыть. А теперь солим. Соли не жалеем. Потому что потом карась все равно будет еще вымываться. Поэтому можно его хорошенечко засолить. Абсолютно ничего не жалею о соли. Прямо так вот просаливаем питание. И так все? А? И так все? Да. И так все. Солим, солим, солим. Да, так почти не было. Еще хочу сказать, что у больших карасей надо сделать надрезы по хребту, чтобы он просалился лучше. И вот так вот надрезаем кожу, ну с мясом. И вот туда нормально просаливается. Все, выключай. Зачем? Что, Леня, папа, да? Привет. Продолжаю работать с карасями. Вот поставил их на вымачивание. То есть караси засаливаются где-то они, ну дней 5-7. В зависимости от вашего свободного времени, так сказать. Солятся в ведре. Потом они, вот с утра все не залью в воду их. И они должны вымочиться. Они вымачиваются, чтобы соль лишняя из них ушла. Иначе он будет чересчур соленый. Все. Теперь пора его вывесить, чтобы он немного подверился. Для того, что это было легко и просто сделать, у меня вот есть шило. И сделал вот такие штучки, в зависимости от размера карася. Это столистая проволока. Столистая проволока. То есть и вот такие крючки на конце. Я сейчас покажу, как он делается. Пробиваем дырочки. Он сейчас мягкий, в принципе, можно даже без шила обойтись. И вот так вставляем. Вставляем. Кожа у него плотная. Вот, то есть он уже такой вот развернутый висит. Нормальный. Все. И так все карасики подготавливаются. Вот такие размеры. Берем. Пробиваем. Через кожу. И с другой стороны. Вот тоже так же. То есть он не сорвется, висит довольно-таки плотно. Причем в развернутом виситке. Хороший способ. Спасибо дед Толе. Подсказал, как это сделать правильно. Чтобы не было проблем с этими спичками. С этими разными делами там. Питается народ. Нормальный такой. Сволноватый. Потом я сделал такую сушилку. Это очень сетка такая. Я ее потом подробно покажу, если надо будет. И на арматуру наздевываю карасиков. Так, чтобы был промежуток между ними. Я развешиваю их в сушилке. Сейчас покажу, как это выглядит. Хороший способ. Отпечатаем их. Хороший способ. И так вот. Я решил сделать вот это. Примерно вот таким образом Они развешиваются Несколько рядов И карась должен вывеситься Где-то сегодня вечер Получается послезавтра С утра я начну его коптить Он подвяливается за это время Обтекает Лишняя вода с него И начинаем потом коптить 27 карасей В принципе Такой сушилке можно сушить Штучек 60 Доброе утро Запускаю коптилку Вот так она выглядит У меня самодельный Самодельный дымогенератор Знаешь честно Купил сначала в магазине Я его потом покажу Такой весь такой Технически навороченный Крутой Короче Тот вообще нифига не дымит Отзыв я потом вам покажу Разозлился Поехал в кузницу За полтора часа Сварил такую штуку Как он выглядит Обычно дымогенератор Делается очень быстро На самом деле очень простой Ничего сложного нету Вот такая труба Экранчик развернул Чтобы было видно Самому что показано Вот такая вот труба Это здесь сколько здесь 150 180 Или 200 Не знаю Без разницы Какая у вас есть Вот такой вот длины примерно Потом Вот здесь прожег дырку В ней отверстие Так сказать Не дырку Технически И ставил туда Другую трубу Эта труба доходит До двух третий Примерно до сюда Вовнутрь заходит И нарезана Как бы пропилами сделана Ну чтобы дым Лэщи заходил Не знаю Там внутри наверное Ничего не видно Что Уже коптила Она такая Вот если видно будет То Вот так примерно Она выглядит Далее С противоположной стороны С противоположной стороны Прошелил отверстие Куда вставляется трубочка Трубочку взял От тормозной системы Автомобиль Советского Отечественного Скай Вот Так вставляется туда Здесь подключается Компрессор Вот Как все это работает Я сейчас покажу То есть это довольно таки Все просто на самом деле Но Систему засыпки Я еще так особо Не продумывал Потому что Сделаю Очень быстро Как бы И надо Просто еще продумать Как более удобно Засыпать Но в примитивном виде Это выглядит Вот таким образом У меня есть щепа Кстати По щепе Долго думал Как же ее зараза делать Стружка Слишком мелкая Как бы Быстро Прогорает Какие-то Более крупные кусочки Они слишком Ну как бы Они застревать могут Само в теногенераторе Не опускаться вниз туда Не прогорать И все таки Придумал То есть это вот Бур Который Сверлит Дериан Дериан Как бы Бур Для сверления дерева Под шканты Когда брус укладывается Такие буры Довольно таки Серьезные С заходным сверлом Там они И вот Довольно таки Быстро Насверлил Такую Хорошую кучку Щепы Для одной заправки Ее В принципе За глаза Сейчас буду засыпать Примерно на Две трети объема Не знаю почему Но попробуем С этого объема начать Может Слишком много Насыпать Она может там Застрять Во время горения Щепа у меня Буквы Буквы у нас много Поэтому Я на нем Уже коптил В принципе Вкусный Харасик Получается На буке Также можно Всякие Листные Лиственные Деривии Использовать Типа там Ольха Там Еще какая-нибудь Фигня Деривии Получилось Я засыпал Примерно на такую Вот Растоит Глубину Далеко от поверхности Далее Далее Что делаем Далее Начинается Такой момент Который мне надо Еще Доработать Здесь надо Пластинку Вырезать Чтобы она могла Сдвигаться В сторону Просто Просверлить Отверстие Видно Нет там Солнце Прямо в глаза Ничего не вижу И чтобы Можно было Вот так Просто Сдвигать В сторону Чего это сделать Для того Чтобы тягу Можно было Регулировать Здесь я Просверлил Отверстия Для тяги Но они Такие Бывает Надо Прямо По серьезному Открывать Дальше Покажу Ладно Сейчас Накрываю Просто Переворачиваю Чтобы И установить Как говорится Всегда Все временное Превращается Постоянное Думаю Взять Попробую Сделать Получается Надо Доработать Чтобы Не болотнул Перевернул Перевернул Вот эту Кстати Трубу Надо делать Такую Довольно Длинную Чтобы Дым Проходя Здесь Успевал Еще дополнительно Остывать Дополнительно Остывать Потом Туда Заправляем Эту трубочку Сейчас Попробую Компрессор Дуйте Нормально После чего Поджигаем Ну вот Разжег Наконец-то В общем По-деревенски Примитивно И просто Но эффективно Вот такая Доска Ставится Для того Чтобы Можно было Нормально Наклонить И создать Отверстие Для тяги Пока Разжигается Это Все Довольно Сложно Разжечь Топщипа Уже Нормально Тлить Начинает И Компрессор Образованный Дым Поднимается По трубе И компрессор Туда его Выдувает Коптилку Коптилку Я сделал Из старого Холодильника Забрал У мамы Старый Холодильник Давай Для дела Надо Теперь Сделал В нем Коптилку Сейчас буду Развешивать Рыбу Так она Коптит Сейчас пока Разжигается Разжигается Не очень сильный Дым Но потом Он такой Нормальный Идет Ну вот Развешил Карасика Он немного Подверился За это время Сейчас начнем Раздымливать Хорошенечко Закроем дверь И вот До вечера До позднего вечера Он будет коптиться Еще раз Заменю Закладку Закладку Еще раз Поменяю Щипы И вот как раз На две закладки 12 часов Я думаю Должно хватить Ну ладно Вот прошло где-то Минут Пять или десять Наверное Десять Скорее всего Процесс Пошел В том виде Как он должен Идти Вот такой Дым Выходит Сверху То есть Дым Достаточно Теплый Чтобы подниматься Но в то же время Достаточно Холодный Чтобы Ну как бы Получилось Холодное Копчение То есть Рука Спокойно Здесь Градусов 20-25 Наверное Максимум Как даже чувствуется И вот Вот так Будет дымить В течение Там Неских часов Там Шесть часов Семь часов Примерно В этом режиме Должен работать Потом Еще одна Перезакладка Перезапуск И опять Так же Копчу я 12 часов 12 часов А потом Просто Довяливаю Как карасик Чтобы он Завярился Нормально Твердое Состояние Вот Наклонным Самому Самой трубы Можно регулировать Саму тягу Чуть поменьше Наклонили Тяга чуть меньше Стала Тримогенератор Продолжает Коптить Потихоньку Помаленько Периодически Здесь Пошевелю Чтобы Воздух И дальше Продолжает Около 12 часов Прошло Сейчас Еще Защепа Закончится И Начну Вытаскивать Карасиков Карасики Карасики Пожелтели Красивые Стали Какая красота Еще Еще немного Докоптятся И Можно будет Снимать Сушить Тетя Тетя Аня Идет Какие Некрасивые Ну-ка сделай красивое лицо Я тебе поставлю на главных фото Нет Не надо Не сегодня Пожалуйста Не сегодня Ну Антоха Ну тут Че ты Не хочу Ты какая Дималь Дималь У меня цвет Такой Прям Шикарный Можешь Подиснять Одно Да Не И потом Еще сушить Все равно Видишь Какие сажи Я вообще Думал Изначально Что Караси Стало сухим Получается А ну чем Пахнет Горчинка Маленькая Есть Буком Тупой Загерчинкой У них Свет очень Красивый Надо Закрыть Единственное Что Надо вместо Холодильника Деревянный Ящик Делать Нормальный Меньше Будет Конденсировать Лучше Будет Я думаю Будет Лучше Во всяком Случае Но это Я с местом Определюсь Так Стационарно Его поставить У меня Такая Переносная Получается Коптивочка Ну и вот За счет Угла Наклона Можно регулировать Поддув Всякие Дырки Может даже Не сверлить Можно В принципе Чисто За счет Вот Какой-то щелка Образовывается Вот Если Какой-то Ветеродчик Поддувает Сюда Щепа Сверху Маленько Сыпается Потихоньку И Продолжает Дымиться Видели Что дыма Много В принципе Хватает Сверхнего Отверстия Выходит Так что В принципе Нормальный Копченый Карась Получается Вот Они Висят Сейчас Вот Утро Здесь За домом Повесил У нас Казнички Посмотрим Что вечером Будет В моей Красотуре Как она Снималась С утра С утра Вы всегда Красивые И утром И ветером У нас Слетел Хвостик Это моя кошка Финя Скажи Что нибудь На камеру Она очень беременная Я уже не до разговоров Глубоко Деременная Ну Карасик Повесел Денечек Так уже Подвярился Хорошо Просох Вот Такого Великолепного Золотистого Цвета Получается Очень Даже Обалденный Вкус Тоже Очень вкусно На самом деле Здесь Он на ветерке В тенечке Завтра Еще повисит И в принципе Уже будет готов Даже на маленькие Карасики Уже сегодня Будут готовы Мне по вкусу Небольшие караси Больше даже нравятся Чем большие Дождовые кабаны Вот что получается В конечном итоге Такой вот Золотистый Карасик Вкусный вообще Есть посветлее Есть все такие Темненькие Красота Можно сказать Что он невкусный Я вам так скажу У меня уже Половину Пока он даже Еще не успел Доделываться Уже Стрескали все Приходят Друзья Дай немножко Дай немножко Теще тут Дай мне Рыбки тоже Вот так Все уже Разобрали Наполовину Так что Советую вам Этот способ Очень классный Очень вкусная Рыба получается Косточки Особенно Средних Мелких Карасиков Такие Вообще Самые Обалденные Косточки Которые В хребте У них Которые При жарке Везде Мешаются Они вообще Почти Растворяются Так что Советую Приятного Аппетита 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 Аппетита